Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Нас часто вызывает, когда у людей перестает работать интернет, и наша задача – решить данную задачу. Как мастер я хочу вам показать, как же решить данную задачу, какие действия мы совершаем. Делюсь своими настройками и секретами, можно даже так сказать. Первым делом, естественно, от нас потребуется перезагрузить наш компьютер, ротор. Если это действие не поможет, вторым делом звоним нашим интернет-провайдерам, уточняем, все ли с нашей стороны в порядке. Если интернет-провайдер говорит, что с нашей стороны никаких неполадок не наблюдается, естественно, мы идем третьим путем. Для этого мы должны сесть за свой компьютер, либо ноутбук, моноблок, ну и так далее. За эти сетевые адаптеры. В моем случае операционную систему Windows 11, в вашем случае может быть другая операционная система. В целом, ничего страшного, они не так уж сильно отличаются. Как видим, заходим в параметр адаптера, находим сетевой адаптер, правая кнопка мыши, заходим в свойства. Первым делом, нам надо будет потребуется проверить наш IP-адрес, они должны у нас стоять на автоматике. Видим, да? Получит IP-адрес автоматический. Точно так же здесь должен стоять автоматический. Если каким-то образом здесь пропишен ручной IP-адрес, естественно, у вас интернет не будет работать. Имейте в виду, пожалуйста. Нажимаем ОК. Далее. Заходим в диспетчер устройств. Так, этот компьютер, свойства. Далее. Нажимаем в диспетчер устройств. Закрываем окно. И здесь находим сетевые адаптеры. Здесь нажимаем вид, показать скрытые устройства. Скрытые устройства как выглядят? Они у нас выглядят в прозрачном режиме, получается. Их надо будет удалить. Скрытые устройства. Ну, сразу оно выделится, вы заметите. Это тоже один из возможных причин, что у вас интернет не работает. Тоже не пропустите этот момент, пожалуйста. Так, далее. Есть еще такие моменты, когда у вас Wi-Fi часто пропадает, либо на ноутбуке, либо со временем. Для этого нам надо будет убрать свойства и убрать режим электропитания птичку. Оба птички. Чтобы он у нас, без экономии энергии, как бы всегда в активном режиме работал сетевой адаптер. Тоже убираем птичку, чтобы у вас интернет вообще без никаких сбоев работал. На этом здесь все. Третий момент. От нас потребуется... Так, заходим в панель управления. Для этого я пишу слово control. Здесь мы находим свойства браузера. Подключение. Настройка сети. Здесь у нас должен стоять автоматическое определение параметров. Тоже обратите внимание, пожалуйста. Если у вас стоит вот такой прописанный IP-адрес, естественно, у вас не будет работать. В каких случаях такие сбои наблюдаются? В целом, если у вас установлена какая-то программа от VPN, VPN прописывает прокси-сервер адреса сюда в адресную строку. В целом, когда отключаете, он на автоматизированном режиме не срабатывает, и у вас получается вот такой суббой. И у вас в целом не будет работать интернет, но здесь будет отображаться, типа, доступ к интернету есть активно, но в целом, когда вы будете заходить в интернет-браузер, он у вас в странице не будет загружать. Тоже имейте в виду. Так что здесь у нас должен стоять всегда автоматическое определение параметра. Нажимаем ОК. Далее. От нас потребуется сбросить DNS-IP-адреса. Тоже очень часто такое бывает. Для этого точно так же заходим в параметр сети адаптера. И здесь мы езернет-свойства и переключаемся к протоколу TSP4. И здесь мы можем прописать DNS-IP-адреса врушенную. Например, гуглский DNS-IP-адрес 8.8.8.8.4.4. Нажимаем ОК и проверяем интернет. Для этого мы просто пингуем интернет. Давайте я вам позволю, точнее покажу, как вообще в самом все это делается. Пинг-майл.ру, например. Пингуем сайт-майл.ру и нажимаем Enter. Есть у нас обратный отчет. Есть пинги у нас, как бы, обратная связь здесь с сайтом. Естественно, мы будем видеть миллисекунды, получается 82 миллисекунд, 82 миллисекунд. И таким образом мы узнаем, что у нас интернет есть. И обратная связь присутствует с сайтом майл.ру. Точно так же можете пинговать и проверять ваш интернет. Давайте пока мы свернем. И здесь тоже можем нажать ОК. Пускай стоит DNS-адреса. Далее. У вас есть, каким-то образом не срабатывает. Есть тоже один такой момент. Для этого мы вызываем команду 40, пишем CMD. Правая кнопка мыши. Запускаем. Вот именно администратора. Здесь я подготовил вот такой инфотекстовый документ. В комментариях, возможно, он будет дополняться и пополняться. Смотрите в описании. Я туда, естественно, ставлю готовый текст. Вы туда можете скопировать и экспериментировать. Если каким-то образом у вас не работает интернет, и вам надо сбросить настройки IP-адресов, естественно, мы используем первую команду. Правая кнопка мыши. Так, давайте скопируем. Вот, ставили и нажимаем Enter. Все, команда успешно выполнена. И бывает, когда мы получаем, либо не получаем со стороны DNS-серверов IP-адреса, тоже бывают глюки, и у нас интернет перестает работать. Для этого мы вводим вторую команду. Так, копируем. Копировать и вставляем. Нажимаем Enter. Как видим, у нас успешно отчищен данность. И можно насладиться. Желательно здесь надо будет перезагрузить, а потом уже проверить, заработал ли у вас интернет. Если это действие тоже не поможет, возможно, у вас на компьютере сидит предоносный пол, который блокировать не дает доступ в интернет. Для этого вам надо будет просто скачать любой антивирус, установить его и очистить от вируса. Это тоже один из возможных вариантов решения. И тоже бывает такое, из-за программы VPN тоже бывают разные сбои. Тоже, если у вас программа VPN, у вас никак не получается в интернет, чтобы она заработала, то тогда вы просто можете удалить программу VPN и, естественно, сетевые адаптеры, которые остаются после посетения VPN. А самый последний пункт, я могу вам дать знать, это то, что связано с BIOS. Если у вас никаким образом сетевый адаптер не отображается, попробуйте просто сбросить настройки BIOS, либо обновить BIOS, чтобы у вас сетевой адаптер заработал. Бывают такие моменты, когда гроза бьет сильно, и он, естественно, может повредить ваш сетевой адаптер, из-за этого он может выйти из строя. Естественно, он может коротнуть саму массу, из-за этого очень часто выходит сетевый адаптер, он просто тупо перестает отображаться в диспетчер-устройстве. Давайте я вам покажу, пример провожу. Так, заходим в наш диспетчер-устройство. Как видим, у нас отображается сетевой адаптер. Вот он наш Qualcomm Adcarous, Gebet Ethernet Controller называется. Он должен всегда отображаться, всегда, как сетевое устройство. Если каким-то образом он у вас не отображается, значит, у вас проблемы по аппаратной части. При этом, естественно, первым делом, как я и говорил, надо будет сбросить настройки BIOS, а потом уже проверять здесь получается. И еще хочу добавить, бывают моменты, когда просто достаточно в рамках кнопки мыши удалить драйвер, и после этого интернет тоже срабатывает. Такие глюки тоже очень часто бывают. А если у вас Wi-Fi, естественно, вам Wi-Fi тоже советую удалить сетевой адаптер, либо забыть сделать эту сеть, а потом уже заново снять драйвера. Естественно, драйвера сажайте с официального сайта, чтобы было на все 100%. На этом, в принципе, у меня все о кассе. Больше мне пока что нечего сказать. Если вы хотите дополнить мне, пишите в комментариях, если вам что-то не ясно, а нужна помощь, естественно, пишите в комментариях. Всегда рад вам помочь. Будем вместе решать данную задачу, если у вас перестал работать на интернет. Всегда рад помочь вам. А с вами был Макин. Отсините данное видео своими лайками, дизлайками. Спасибо всем за внимание.